Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Здравствуйте, наши овны! Здравствуйте, зрители моего канала! Спасибо всем тем, кто оставляет комментарии, кому несложно поставить лайк или дизлайк. Спасибо за обратную связь. Спасибо, благодарю! А сейчас будет второй прогноз, общий второй прогноз для наших овнов на неделю с 1 по 7 мая. Уже есть на моем канале полностью на май прогноз. Ну, карта дня на месяц, на неделю, на год. Этот расклад, общий второй расклад на неделю с 1 по 7 мая. Овен, наши овны. Итак, первая карта для наших овнов. Ой, сила. А, у меня колода переключена. Сила. Карта говорит, конечно же, о том... Ну, еще может быть такое, что если вы с кем-то в ссоре, то вы сможете помириться. Карта говорит о понимании, о добродушии, о том, что нужно входить в положение других людей. О такой, знаете, мудрой настойчивости, о чувстве такта, о добродушии. Когда нужно своего зверя удержать, овны, не выпускать его. И, может быть, общаться с людьми или в какой-то ситуации именно так. То есть, понимать людей, входить в их ситуацию, быть добрыми. То, что я говорила. И чувство такта, и мудрости. Если нужно настаивать, то настаивайте мудро. Не держите своего зверя внутри. Тогда это будет вам только на пользу. Следующая карта овны на эту неделю. Замечательно. Видите, карта тоже говорит о примирении. Тоже, может быть, вы с кем-то помиритесь. Вот еще одну. Карта в рит о свидании, о встрече, о гармонии, о понимании, о предложении руки и сердца. Это все или-или, или все вместе, или по отдельности что-то. Когда у вас будут хорошие встречи с партнерами. Партнеры могут быть как любовный фронт, так и по работе. Когда взаимопонимание, ну и плюс примирение, то, что я уже говорила. Такое ощущение, что вы действительно с кем-то будете мириться на этой неделе, овны. Так, следующая карта для наших овнов. Неделя седьмого по первое апреля. Ой, апреля, мая, прошу прощения. Восьмерочка мечей. Карта, говорящая редко о физической скованности, в личных отношениях. Карта может говорить о том, что кто-то из партнеров сковывает отношения другого человека, партнера. Карта, говорящая о каких-то нерешительности, о неприятном окружении, возможно. И говорит еще карта о том, что какие-то обстоятельства могут меняться. И даже вот если вы отличный работник, все хорошо, но может наступить момент, когда вы по бизнесу, по работе, сами не сможете принимать какие-то решения в силу обстоятельств. Обстоятельства могут быть касающиеся и просто, я не знаю, самолет не взлетел, погода плохая, колесо спустилось, опоздали куда-то. В общем, могут быть такие не очень приятные обстоятельства жизненные, которые не зависят от вас. Вы на них повлиять не можете. Можно много чего говорить, но в общем, я вам сказала. Следующий аркан для наших обнов. Неделя с 1 по 7 мая. Семерочка, да? Семерочка жезлов. Карта говорит о том, что вам может быть такой момент, когда вам нужно будет защищаться, защищать что-то свое от кого-то, что-то или от кого-то, или от чего-то. Вы сможете, вы будете находиться в выгодном положении, вы сможете выстроить защиту, и у вас получится, получится защищать свое что-то. Ну, это может быть все, что угодно, или кого-то, или что-то защищать. Но у вас получается, по этой карте вы очень будете настойчивы и решительны. Так, Овен, неделя с 1 по 7 мая. Еще карта. Влюбленные. Карта гармонии, карта понимания, карта партнерства, карта выбора. Если выбор будете делать, может быть, такой, то делайте его по душе. Карта до влюбленных, карта приятного свидания. В бизнесе это тоже говорит о хорошем понимании, когда партнеры понимают друг друга. Кстати, как и здесь. Вот, пожалуйста. Тоже тут, карта тоже может быть и выбора. Замечательная карта. Сохраняйте гармонию, баланс, и все будет хорошо. Карта влюбленных, да, я же говорила. Хорошие свидания, приятные. Так, давайте кинем карту, но вот эту вот восьмерочку. Партнерочку, мечей, что это могут быть за обстоятельства, или мало ли что. Может быть, действительно, просто один из партнеров сковывает другого, или чего это вообще может касаться. Какого-то выбора. Вот тут, кстати, идет нерешительность тоже, может быть, когда не знаете, что делать. Может быть, вы не будете знать, что выбрать, или кого, или что, или куда, или куда поехать еще, может быть. Или с кем дружить, с кем не дружить, с кем быть партнерами, а с кем не быть партнерами. То есть, это может быть тоже как нерешительность. Или же, если какие-то обстоятельства поменяли, что-то у вас не получилось, это тоже может быть касаться какой-то поездки, каких-то перспектив, выбора чего-то, или кого-то даже. То есть, вот это, это карта выбора. Поэтому что-то может не заладиться, именно какая-то нерешительность, или неприятное окружение, даже это может быть неприятное окружение, может быть и на работе, или партнеры не нравятся. То есть, вот эти вот как-то карты можно вот вдвоем связать. Так. И давайте еще на семерочку, что может быть, вот семерочка, что это за такое вот, что-то защищать кого-то. Это может касаться детей, или нового проекта, новой идеи. То есть, может быть, вы будете защищать, не знаю, ребенка от кого-то, от чего-то. Может быть, какой-то свой новый проект кому-то предлагать, и настойчиво вот о нем расскажете, докажете, что вот нет, вот я прав, нужно делать так. Нужно двигаться туда, нужно вот так начинать. Вы поняли, да, меня? Так. И, конечно же, карта «Совет» и «Стару ангелов» для наших овнов. На неделю с первого по седьмое мая. И у нас здесь королева мечей. Неделя принятия деловых решений. Принимать их нужно разумом. Очень, знаете, так, волевое решение, возможно, будете какое-то принимать, возможно, такое. И, может, будете встречаться с такой дамой. Вот она будет на этой неделе, так сказать, себя проявлять. Дама деловая, дама, которая не забудет, если ее обидели. Дама очень такая жесткая, я бы сказала. И карта говорит, вот объективное принятие решения. То есть нужно очень объективно принимать свои решения. Избавьтесь от того, что вам мешает. Относитесь к данной ситуации с юмором. То есть если у вас будет какая-то такая ситуация, что вам, ну, вот эти даже обстоятельства какие-то, что-то не так, не нравится, то карта советует все-таки относиться с юмором овны на этой неделе. Вот такой получился второй прогноз на неделю для наших овнов. Общий второй прогноз. Благодарю вас за лайки, комментарии. Спасибо вам. Всего вам хорошего и до встречи на моем канале. Спасибо. Спасибо. Спасибо.